Друзья, давайте поговорим сегодня немножко о гречке, о которой, как говорят в России, что в Европе не едят. И это действительно так, ее очень трудно купить. Ее просто нет нигде в магазинах. Иногда бывает. Иногда в таких супермаркетах, как Мегро, можно купить, можно найти в маленьких пакетиках гречку, но она зеленого цвета, не обжаренная, как в России. А в России она идет обжаренная. Так что гречку не едят из-за вкуса, как вы думаете в Европе. Гречку не едят потому, что ее просто не выращивают в Европе. Ею кормят скотину в других странах. Во-первых, очень редко кормят скотину. А во-вторых, кормят ради вкусного мяса кого-то из животных, которое стоит дороже гречки. А почему не выращивают гречку? Невыгодно. Оказывается, гречка очень капризная культура. Ей не нужна сильная жара. Соответственно, половина Европы отпадает. Не нужна излишняя сырость. А излишняя сырость это что? Растения просто змеют на корню. А еще половина Европы, соответственно, тоже отпадает. Еще больше вредят ветра. Гречка требует особо жирного чернозема, который сам по себе является богатством. Она настолько требовательна к питательным веществам, что высасывает из почвы почти все. Так что после гречки в земле нужно отдыхать. Но и это еще не все. Настоящая причина, почему в Европе не распространена гречка, заключается в другом. Эта культура не реагирует на удобрения. Если пшеницу хорошо подкормить удобрениями, она даст урожай в разы больше. Но это бизнес. На гречку удобрения не действуют вообще. Она давала один вес, так будет давать. Хоть залей все поле удобрениями, только землю сожжешь. С гектара европейский фермер собирает 10-12 сантиметров гречки. И потом полю требуется отдых. А пшеница? Пшеница собирают 90 сантиметров с гектара. Иногда 95-98. Разница в 8 раз. Плюс гречиху нельзя защищать пестицидами и гербицидами. Она от них дохнет быстрее, чем сорняки. Генная инженерия, которая считается в Европе панацеей, для сельского хозяйства тоже ничего не может сделать с ней. Гречиха невосприимчива к добавлению сторонних геномов. Ее нельзя сделать устойчивой к пестицидам. Нельзя защитить от жары, влаги, ветра, паразитов. Измененные сорта просто не всходят. А какой геморрой ее собирать? Комбайн нужен специальный. Скорость должна быть намного выше, чем при сборе пшеницы. Ведь у гречихи нет колоса. То есть механизмы нужны сложнее. Обработка еще тот аттракцион. Она требует стольких операций, что пшеница по сравнению с гречкой просто дар богов. Сушка, досушка, ворошение, аэрация, прожарка. В общем, получается так, что гречка совершенно не подходит для интенсивного земледелия в Европе. Поэтому ее и не выращивают. Она просто не по карману, ну и не по земле, что называется, да. Не ко двору она европейскому сельскому хозяйству. Ни один житель Европы не будет покупать гречневую крупу по цене в 8 раз выше пшеницы. Поэтому у нас в стране, в Украине особенно уникальная ситуация. Как говорят люди, что мы едем просто то, что Европе не по карману, может быть и не по карману. Но на самом деле Европа вообще не любит гречку. Но то, что она без пестицидов и то, что она не геномодифицированная, это дает какой-то результат и людям. А люди, поедая гречку, она попадает в желудочно-кишечный тракт, потом в кровь, а потом и в голову. И питает ваши мозги. Все очень просто, да. Конечно, гречка – это уникальный продукт, я так думаю. Тяжеловатый, но уникальный. Я Таня Карацуба, Сиидбурган. Сегодня 28 июня 2024 года. Таня Карацуба, Сиидбурган. Таня Карацуба, Сиидбурган. Продолжение следует...